Здравствуйте! История с OneMore Comfo Buds 2 получилась немного грустной, потому что изначально должны были к нам в магазин приехать OneMore Color Buds 2, которые такие уже нашумевшие, очень интересные, с очень хорошей репутацией, а из-за ошибки получилось так, что сейчас в моих руках не настолько интересные, не настолько, на первый взгляд, классные наушники OneMore Comfo Buds 2. И я понимаю, что по своему внешнему виду, по своей посадке они подойдут далеко не всем, но по звучанию все же мне они понравились, и более того, создалось такое чувство, когда ты уже наушники понял, ты их уже отслушал достаточное количество времени, но все равно хочется еще немножечко их послушать, еще немного с ними походить. И, естественно, почему так произошло, тоже расскажу, но чуть позже. По поводу кейса, он здесь максимально компактный, спокойненько прячется в кулаке, доставать наушники из этого кейса достаточно удобно, потому что есть ножки, за которые можно зацепиться, и что мне очень сильно понравилось, это цвет кейса. То есть это синий металлик, который повторяется и дублируется на самих наушниках. Соответственно, по посадке все очень спорно, потому что многое будет зависеть от того, насколько хорошо они вам сядут, так как, по сути дела, мы имеем обычные вкладыши, на которые нацепили очень формальные амбушюры, которые в моем случае зашли просто как родные. Но я понимаю, что это будет далеко не для всех. И то немножко вру, не совсем как родные, то есть нужно немножечко поднастраивать, тогда они сядут так, как надо. Но получить хорошую посадку все-таки получается. Для многих это станет такой своеобразной проблемой. И в моем случае на протяжении достаточно долгого времени я не чувствую какого-то дискомфорта от того, что наушники есть в моих ушах. Пассивная звукоизоляция здесь присутствует, но назвать ее эталонной, либо же прекрасной, естественно, не получится, потому что форма у наушников крайне и крайне специфическая. По времени автономной работы здесь все хорошо, до 6 часов. Не прекрасно, но все-таки Bluetooth используется в версии 5.2 и самое время подойти к звучанию. Чем они понравились, почему так зацепили. Когда начинаешь слушать True Wireless наушники и особенно какого-то далеко не топового сегмента, то первое, что начинаешь искать, что начинаешь понимать, это их недостатки. Насколько они серьезные, насколько они глобальны, как их много вообще, в каких аспектах звучания. И в случае с данными наушниками я не могу выделить какого-то минуса, который был бы здесь действительно критичным. Максимум из того, что я могу выжать, это недостаточное веса на низких частотах. Опять же, если у вас наушники сядут лучше, чем у меня, то, естественно, и веса, и количество низких частот будет больше. Но в моем случае, опять же, это видео впечатление, а не обзор, все-таки немножечко не хватало в некоторых треках. Если это какой-то электронный бас, то где его прям очень много, то может все это еще как-то компенсироваться изначальным количеством баса в треке. И если же это инструментальный бас, то, естественно, проблемы могут быть. Но при этом бас очень хороший в плане своей детальности, своей проработки. То же самое можно сказать по поводу середины и даже сказать, что здесь хорошая сцена по своей ширине. Во многом за счет того, что наушники в ухо глубоко не вставляются. Они так достаточно на поверхности находятся. При этом середины честные, опять же, детальные, хорошие. Звучание мужского и женского голоса мне в них нравится. И то же самое можно сказать по высоким частотам. То есть они детальные, в общем-то, хорошие по своей проработке, но тоже в некоторых случаях может не хватать веса. Здесь все время нужно так помнить, что очень многое зависит от того, насколько хорошо они сядут вам в ухо. То есть чем лучше посадка, чем она глубже, чем надежнее, тем больше у вас будет веса на низких, на высоких частотах, на середине. Ну и, соответственно, чем глубже получится их вставить, тем меньше будет сцена, меньше будет объема. Но глобально для своей стоимости я вообще не вижу здесь каких-то проблем, каких-то косяков. Это хорошие сбалансированные наушники в том случае, если вам нравятся наушники именно внутриканальные и с палочкой. По сравнению с теми же Huawei FreeBuds 4i, опять же, во многом благодаря данным OneMore я про них и вспомнил, посадка значительно лучше, просто в разы лучше. Но, опять-таки, по детальности они хуже, по проработке особенно высоких частот значительно хуже. Поэтому и в том числе на контрасте с теми же Huawei и получилось такое более благоприятное впечатление о данных наушниках. Потому что, опять же, все упирается в любом случае в бюджет. Для своего бюджета они звучат просто прекрасно. И на этом, думаю, буду завершать свое видео впечатление. Если вам есть что добавить по данным наушникам, я понимаю, что это все-таки не новинка, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Это будет и полезно, и интересно. Если вас заинтересовали данные наушники, то по ссылке в описании сможете их найти. И на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.